Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Сегодня мисс осень. Кто сегодня будет самым активным, того мы назовем в конце нашего праздника мисс осень. Или мистер осень. Или мистер осень. И в конце будет что-то очень-очень необычное. Подарочки будут? Ну, подарки, я думаю, что в хорошем состоянии для нас самый главный подарок. Ну, а там, видишь, еще кто-нибудь приспеет к этому делу. Так, праздник нашего сентября. Вот он говорил о том, что журавли на юг летят. А какие птицы еще улетают на юг? Ласточки. Ласточки, молодцы, еще. Так, 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 конечно, помогай. Соловьи. Этого я не слышала. Соловьи. Соловьи, молодцы, ласточки, соловьи. Ну-ка, скорее, скорее. Еще кто улетел? Грачи. Грачи, молодец, еще. Аист. Аисты улетели, верно, еще. Перепелки, да, то есть, на. Цапли. Цапли улетели еще. А что это за птица, которая трясет своим хвостиком? У нас их полно. Сорока. Точно. Вот она. Сорока осталась с нами. А журавли? А вот и сагуска улетела. А вот еще кто? Ворона. Ворона тоже с нами осталась. А журавли? И журавли, конечно, улетели. Да, это уже у нас было, Марина Васильевна. Так, ну-ка, еще кто? А тот, кто приносит, друзья мои, на своем хвостике нам весну. Ну-ка, на веточке сидит певец, а зовут его? Скворец. Называем его. А тот, кто к нам еще весну приносит. 22 марта прилетает, и нам все приносит. Жав? Жаворон. Жаворон. Учитесь, убейте, классненько. Жан. Вот он начал с журавля, с первой птицы, да, и закончилась десятка жаворонков. Мы назвали 10 птиц, которые от нас улетают. А теперь мне кто-нибудь один скажите, почему они улетают от нас? Почему им не понравилось? Ну-ка, давай-ка. Потому что им холодно. Ну, что, что, холодно? Ну, еще нечем летаться им. А, ты как считаешь? Потому что все насекомые уходят в деревья, в деревья, под землю. И им нету еды. И они улетают на юг. А там, по-моему, всякие насекомые, которые летают. Правильно. А почему же другие птицы не улетают? Я не понимаю. На этот ответ очень-очень простой, друзья мои. Есть птицы, которые любят есть насекомых. А есть птицы, которые могут кушать насекомых, но могут поесть и хлебную корочку, и семечко, и зернышки, да, или то-что-нибудь, остатки человеческой пищи, да, или сальца поесть. Вот те птицы, которые не могут никак без мяса вкусного, те улетели, те улетели летные птицы. А те, которые могут остаться за семечками, за зернышками, они остались вместе с нами. Как? А, ты будешь делать не перелетных? Хорошо, Умечка. А теперь мне скажите, пожалуйста, кто у нас любит мясо? Те. Так, вот те, кто любит мясо, вот это как те птицы перелетные, поэтому улетают. Потому что тоже любят мясо, потому что мошки, букашки, жучки и паучки, это все маленькие. Это и есть мясо, они же все мясные. А вот тот, кто и дровоядный, кто любит травку, всякие растения, тот уже и остался вместе с нами. Молодцы. А теперь назовем тех птиц, которые остались вместе с нами. Остались зимовые, значит, называется как? Зимующие. Итак, снегильный, он не зимующая птица. Сорока, верно. Ворона, воробушек, молодец, умничка. Еще кто? Сорока, ворона, воробей. Еще. Ну, желтенькая, скоро у нее день рождения, 12 ноября. Синичкин. Дела сказала. Синичкин день рождения будет 12 ноября. Синица остается с нами, дети. Вот маленькая птичушка, птичка, синичка, а день рождения имеет. И почему в ноябре? Для того, чтобы люди уже увидели, что снежок. И подумали, так, когда за птичкой синичкой ухаживают. В кормушку повесили, сальцевой висели. Или там немножко зернышек подсыпали в кормушечку. Вот и вы. Не забывайте, уже сегодня. Сова остается. Сова остается. Уша остается, конечно, действительно, вместе с нами. Филин, да, действительно. Ну-ка, еще подскажи. Дятел. Дятел, хорошо, молодец. Как? Калибри. Птичка калибри вообще у нас здесь не водится? Мы же говорим о птицах, которые здесь у нас остались с нами зимовать. Ну-ка. Все, на этом закончились все наши птицы, которые мы знаем. Да, действительно, это птички, которые с нами остаются зимовать. А вот та птичка, которую вы назвали, птичка под названием дети снеги, она не перелетная и не зимующая. Она называется дети пролетная. Молодец, ручка, не травишь, пролетная. Она из наших северных мест прилетает сюда, позимует и снова улетает. То есть она пролетает в наших краях. Она любит просто холод. У нее есть подружка, такая же птичка, как она, свиристель. То есть это птички, которые к нам прилетают, перелетают. Это свиристель, снеги и еще клест. Вы знаете, птица, у которой вот такой вот, как крючок, клювит? Этот клест, он единственная птица, которая что делает зимой? А ну-ка подскажите мне. Что делает птица клест зимой? Червяков в зиму. А где же можно найти червяков зимой под снегом? Колес. А на дети единственная, кто выводит птенцу зимой. Вот такой лютый холод, она выводит птиц. Зимой эта птица клест. Представляете, вот запомните название этой птички. Они у нас тут водятся, и у них вот такой вот клювик. Видите, вот такой клювик. Потому что они любят кушать семечки из шишек. А из шишки-то тяжело семечку вытащить. Вот они туда, рус-рус-рус, с их клювиком, и выдалбливают ее оттуда. Вот мы поговорили с вами про птиц, потому что мы говорили с вами о сентябре. А что делают люди в сентябре? Ну-ка вспоминайте. А дети, ну только в первой классе? Второй, пятой, шестой. Все понятно, каждый кому надо. А те, кто постарше, куда идут? В курсе. Вы в сентябре. Вы в сентябре. Вы в сентябре. Вы в сентябре. Это дорога вам всем в институт. Правда? А как? Очень хорошо. А теперь, друзья мои, мы будем... А еще все люди осенью, особенно в сентябре, идут в огороды для чего? Чтобы заготовить урожай. И мы сейчас с вами разделимся. Праздник урожай. А мы сейчас и устраиваем праздник урожая. Мы сейчас построимся в две колонны. И тоже будем увозить урожай из одного места в другое место. Ну-ка, приготовились. Вот поэтому я вам и подмогу машину. Вам машина поменьше, а вам машина побольше. Сейчас вы посмотрите, как вы будете возить урожай. Здесь с огорода, вот туда в ящике. По одной. Итак, одну увезли, там выгрузили, назад прибежали, машину отдали. Поприготовились. Ну-ка, стоп-стоп-стоп. Приготовились. Как только музыка зазвучит, так сразу можно будет и ехать, увозить. Поехали. 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 Э-э-э! Отсюда я понимаю? Косуй! Тихо ухо срилл. Ваши слова, подправки, чтобы он уехал в горло селл. Так он выходит! Косуй! Косуй! Давай, Тёма! 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 Наша! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неужели музыка закончилась, а картошка еще осталась? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И оттуда уже везут потихоньку в магазины, в телоски. Это сводят, продают и все. А теперь вы будете передавать по одному плоду. Постепенно. Нет, стоп, стоп, подожди, еще не началось. Эй, положите. Все стоят. Первый наклоняется, дает и каждый передает из рук в руки. А Влад, пока нет. Молодцы. Пока один. Молодцы. Пока один, два, два, три. Молодцы. Пошли. Пошли. Давай, давай. Смех. Ага. 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 Мы должны выбрать какие-нибудь синие слова. Я знаю! Команда «Обусок», «Обусок» молодцов! Команда «Обусок» молодцов! Класс! 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 С этим заданием вы тоже легко справились. И сейчас начнется бой командиров. Кто у нас командир в этой команде? Кто? Ну, давай. Я знаю, что я в руку буду. Ты хочешь быть командиром? Я тоже хочу быть командиром. Ну мне все равно как. Давай-ка. О, вот она уже выбралась командир. Ну-ка, давай-ка, командирша, выходи. Итак, внимание. Снова овощи есть. Внимание, сначала овощи. Вы в кружке. Ну просто девочка. Овощи я все знаю. Неправда. Итак, наздаваем. Первые овощи чётко слушаем. Фейхоа. Фейхоа. Так, дальше. Современные овощи дальше. Тыква. Молодец. Дальше два. Баклажан. Картошка. Стоп. Пять ты назвал. Теперь ты пять фруктов. Яблоко, груша, банан, лимон, апельсин. Хорошо. Запомнили? Да. Запомнили. Теперь клуб тебе помогает. Огурец. Огурец. Ваше слово. Мандарин. Молодец. Ваше слово. Помидор. Любой, кто хочет, называет. Вы. Груша. Груша. Редиска. Редиска. Помыла. Дальше. Горох. Гриф. Стоп. Гриф. Спасибо, что помогла. Гриф. Теперь вы. Следующий овощи. Лук. Лук. Репа. Репа. Виноград. Хурма. Хурма. Отлично. Так, проехали. Виноград 30 раз говорили. Виноград это ягода. Дальше. Грибы это особые растения, не овощи. Гороха. Персик. Персик. Классно. А ты, это ягода. Ты, это хорошо. Абрикос. Арбуз. Сказали уже. Как абрикос. Арбуз, большая ягода. Дальше. Петрушка. Петрушка классно. Малина. Мектарис хорошо здесь. Укроп. Малина. Отличные репы, да. Кабачок. Кабачок очень хорошо. Девочки. А можно подсказать? Да. Маракуйя. Маракуйя. Очень хорошо. Дальше. Красный лук. Красный лук. Ну, пощадь мы назовем. Саша. Лук поей. Перец. Перец. Дальше. Лавровый лист. Ну, лавровый лист это просто растение. Лаврушку используют. Капуста. Капуста класс. Вы называете фрук? Миной. Слива. Слива. Авокадо. Конечно. Авокадо, девочка. Крыжовник. Крыжовник это ягода. Авокадо. Еще овощи. Авокадо. Ну-ка, овощи. Авокадо сказали. Слово за вами. Кукуруда. Отлично. Дальше. Все бабушки. А у бабушки. А надо не обогреть, а в саду. Я вот слива. Зерно. Зерно. Морков уже пловит. Овес это зерно. Зерно. Дети, зерно это семена растительника. Зеркла. Зеркла. Супер, молодшие. Аданас. Точно. Морчишка розовая. Плохой человек. Жентильный напудач. Как называется? Ре. Ре. Редис. Точно. Ну-ка. Могу промолчать. Я маму хотела подыхать. Дыня. Да, дыня, дети, это вкусный фрукт. Дыня. 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 Назовем. Абрикос нет. Абрикос. Абрикос, да. Я уже говорила. А, уже все, минус. Кокос, кокос. Точно, кокос. Мальчишки за вами. Ну-ка еще. Китайская капуста. Китайская капуста. Картопель. Морская капуста. Китайская капуста. Есть китайская капуста. Китайская капуста. Черешня. Черешня. Точно, очень хороший фрукт. Морская капуста. Морская капуста, друзья мои. Это растение, которое растет в воде. Баклажан. 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 Надо было записывать. Так, девочки, еще. Да. Да, ну, уже встали вот так. И еще какой-нибудь фрукт назовем. Я знаю еще один фрукт. Лимон. Нет, говорили. Лимон. Говорили. Мы уже сказали. И у вас еще один есть. Почему никто не сказал зубастый? Зубастый овощ. У какого овоща есть зубы? О, как ты не смотришь. Это, либо овощи, или что. Ну-ка. Зеленое яблоко похоже на мойкин. Да, это фехуа, я уже сказала. Уже сказали. Зубастый овощ, помоги. Чес. Конечно, он все из зубчиков состоит. А девочки. Да, это лимон особый, действительно. Ну, вот здесь. Ай. Айва. Айва, конечно, друзья мои. Магу уже называли все это друзья мои. Я рада, но почему-то не сказал из вас то, что в стручке. Кокос мы уже называли, я говорила. Фасоль. А, фасоль. Тоже? А бобы? Бобы. Вот все такие же. Горох уже ребятки называли. А вы, девчонки, что еще могли назвать? А кого? Ну-ка, вспоминаем еще. Кокос. Уже было. Уже все назвали, что могли назвать. Да, друзья мои? Да. Что-то еще есть. Ну-ка, нехтарин. Уже говорили. Уже говорили, да, все. Гранат. А, молодец. Супер. Я вижу, что побеждают. Я знаю, что еще. Ребка. 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 Ребята, победила дружба. Я вижу, что они сказали. Есть, мы два раза победили. Редька еще. Редька. Редька. Редька, точно. Точно, редька внутри белая и очень полезная. Класс. Девчонки, вы должны ответить. Девочки, вы должны ответить. Апельсин, мандарин, апельсин. Апельсин не называли. Говорили, мандарин или ман 것을 только называли. А апельсин говорили. Кто говорил? Мы не говорили апельсин. Ну, ладно, так. А Darling, мандарин говорила. Хорошо. Аня говорила вначале. Да, она назвала в самом начале, видимо, мандарин. Да, апельсин. Я시에 нет. Все, больше ничего не вспоминаем, да? К сожалению, больше ничего не вспоминаем. Груша. Я знаю, если... Банан! Банан! А оливки к чему относятся, оливки? Оливки, они составляют сливки. Ты знаешь, я думаю, что то, что растет на дереве, это это фрукты. Банан. Понимаешь? Оливки. Да, получается, что это фрукты. Оливки не наивки. Потому что девочки... Нет, это оливки. Оливки, назовите оливки, хотя бы показалось, что... Подсолнух, это сельскохозяйственная культура. Друзья мои, можно сказать, что подсолнух, это как будто... Могли, они уже назвали. Друзья мои, я вижу, что в этом конкурсе все-таки побеждает дружба. Давайте все похлопаем. А теперь самый сложный и самый тоже темный и простой конкурс. Снова стали все вот свои колонны. И будем кататься три, кататься три. Петя, 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 Петя! Садись! Садись! Давай! Пошел! Давай! Пошел! 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 Молодцы! Молодцы! А вы, девочки, вы так молодцы! Конкурс не забудь! А теперь, эти три, вы будете тяжелые для того, чтобы делать с ними следующий год. Но сейчас я вам дам дверью. Эти тыковки, они практически как мячики. Поэтому мы ими поиграем, как мячики. Эти тыковки надо передавать. Внимание! Глядь! Мы будем их передавать между ног. Раз! Лови! Начну! Передаешь до последнего. Последний прибегает, становится вперед. И то же самое, пока ты не будешь снова первым. Понятно? Понятно. Итак, держим всех медведей. Здесь! 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 Приготовились! Как только музыка начнет, начинаем! Давай! На! Здесь! Вздох! Давай! Сидёв! Давай! 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 Give gugg! Давай! Давай! Неса! Давай! Молодцы, браво, я вас поздравляю. Кладёмся и будь удачными. Молодцы, очень хорошо, что вы знаете, какой он будет. И знаете, даже как он выглядит. А теперь, друзья, мы стали большой красивый круг составить. Хорошо, большое, большое, большое. Молодцы, вот это да. Здравствуйте, а что вы тут делаете? А? Что молчите? Я вас спрашивал. Что вы тут делаете? Я вам добрый репт сказал. У нас в деревенской службе состою, огороды храняю. А-а-а, забыл. Вы, наверное, экскурсия какая-то, да? Да, экскурсия. Те, кто дома не сидит, любят прыгать, верить, веселиться. Я разрешу вам тут остаться только при одном условии. Если вы не будете разворовывать мой огород, не будете? Нет, не будем. А мой мусорник, забыл представиться. Меня зовут Пугало, а фамилия моя огородная. За огородом я слежу, огород я сторожу, Чтоб сюда не прибежали и капусту не украли. Волк и лисица, бобюр и куница, Зайка лусатый, мишка толстопятый. Знаешь, Пугало, наши дети, кстати, Это же очень хорошо у тебя в огороде сейчас потрудились. И могут тебя сейчас даже порадовать веселыми частушками. Вот сейчас я раздам девочкам одной команде. У вас здесь несколько частушек. Вы поете первую, все вместе, А потом вы поете вторую. Ваша вторая. Вы поете третью, А они поют четвертую. Подождите. Подождите. Так. Мы первую поем. Первые девчонки начинают. Так. Подождите-ка. А потом вы, Чтобы здоровье всех людей Было бы в порядке. Мы для вас поем Часушки, продукты, грязь. Подождите. Сейчас они хлопают. Внимание. Начинаем, мальчишки. Хочешь вырасти скорей, Есть побольше сердерей, Чтобы ветерок был бы в них, Есть побольше басили. Молодец. Хлопаем. Девчонки, Приятного шли в огороде. Мы теперь приготовили, девочки. Девочки. В огороде вырастают Помидоры красные-красные. А еще мы с кондреем Щи мы варим. Классные. Мы картошечку копали, Жарили, валили. Десять штук корей пекли, Ели, так, валили. Так, девчонки, у вас Час будет следующее. Корнишон, мелкий огурчик. И... Корнишон, мелкий огурчик. Положил салат и стучек. Можно в банки закатать И зимой на стол подать. Молодцы, девочки. Так, Лава-Любава нам хлопает. А мы все готовились, Чтобы жить на микрофон. И... Лук вас поджимет. Убровь и конкурс. Убровь и морковь, Чтобы лучше. Народка. Молодцы. Хорошо, коротко получается. Все хорошо. Ну а наш зеленый лук. Ну а наш зеленый лук Вас спасет от всех гнетуг. Витамины всех нет. Силки хватит, перечень. Последнюю читаем вместе. Встаем две команды. Мальчишки и девчонки. Приготовились. И... Мы хотим сказать вам, Город, Чтобы быть всегда здоровым. Нужно есть. Не рекомендую. Не рекомендую. Образумевшись. Образумевшись. Грязки. Молодец. Так, очень хорошо получается. Класс. Этот музыкальный конкурс Как тебе наш пугало? Я думаю, самое то. Понравилось. Я даже не могу выбрать, Кто выиграл. Все так хорошо съели. Конечно, Потому что мы все старались. Поклопаем себе-себе, друзья. Очень хорошо. А теперь, друзья мои, Ты думаешь, что пугало? Самое время загорять нам загадки. Ну-ка, пугало, Знаешь какую-нибудь загадку Про свои овощи? Сейчас попробую вспомнить. Ну-ка, давай-ка. Ну-ка, не вспомнил. Ну-ка, давай. Он висит на грядке. Круглый, толстый, гладкий. Щеки до красна натер. Победор! Краснощеки, помидор. Так и есть. Ну-ка, дальше. Ну-ка, можешь вспомнить? Он на холоде стоит. Так. Весь в пупырышках лежит. Огурец! Хорошо, молодцы. Что-нибудь еще? Не пугайтесь, если вдруг Слезы лить заставят... Так, тогда следующее, я сейчас такие загадки... Знаешь, какие сложные загадки могут ребят отгадывать? Вообще, которые ты даже и такие загадки не знаешь. Ну-ка, слушаем, друзья мои. Так, закудрявый хохолок, лису из норки поволок. На ощупь очень гладкая, а на вкус как сахар сладкая. Альбурец. Кто это такая? Зыня. Лепка. Закудрявый хохолок, значит, зеленого цвета лису. Альбурец. Лису из норки и выволок. Фекла. Значит, если она лиса, значит, рыжего цвета, а рожа. Лис, рыжка. Ну, слушайте, капитана, он все знает морковка. Конечно, морковка. У меня все угодно. Дальше. Скинулись Егорушки золотые перышки. Заставил Егорушка плакать всех без горюшек. Лук. Точно, молодцы. Закутан ребенок в сто пеленок. Калуста. Хорошо. Раскололся тесный домик на две половинки. И посыпались в ладони бусинки-дробинки. Горок. Горок. Точно, класс. Молодцы. Хорошо. Не казисто, не красивая, шишковата. А придет на стол она, скажут весело ребята, ну, рассыпчато, ну, вкуснало. Картошка. Картошка, ты мой золотой мальчик, конечно же. Убежали как-то с грядки огородом погулять голопузые ребятки, раз, два, три, четыре, пять. И упали, и пропали с головой, и в рассол попали. Были зеленые, остались зеленые. Вот нужно быть внимательным до последнего, как этот мальчик-пятиклассник. Сразу понятно, что все он знает про это дело. Я вижу, друзья мои, что загадки овощные для вас легкие. А я сейчас попробую просто загадку осеннюю. Он пришел, наполнил катки, поливал усердно грядки, шумом окна промывал. Да, молодцы, хорошо. И последнее. Всем оно нам нравится. Без него мы плачемся. А едва появится, взгляд отводим, прячемся. Уж очень оно яркое. Уж жарко. Точно, молодцы, хорошо. А теперь мы предлагаем поиграть немножко с пугало. Пугало сны с нами в серединку. Ах, хорошо. Молодцы, вокруг нас постоишь, а мы вокруг тебя погуляем. И расскажем тебе короткое стихотворение. Ну-ка, пошли все вместе. В огороде пугало целый день старик. И по сторонам оно день и ночь глядит. Тицы лишь появятся, а сразу зашумит. Ну, а как рассердится, даже побежит. Разошли в стороны вот так. Приготовились, только по кругу. Раз, два, не зевать. Кого-то истит. Скорее догонять. Побежали. Вдруг за ручкой. А, соя, молодец. Теперь у нас, значит, соя будет. Похоже на пугало. Мы тебе дадим такую штуку. И пошли по кругу. В огороде пугало целый день старик. И по сторонам оно день и ночь глядит. Птицы лишь появятся, а сразу зашумит. Ну, а как рассердится, даже побежит. Раз, два, не зевать. Так, а теперь мы устроим веселый конкурс. Друзья мои, наши двоих, эти двух, видите, как хорошо мы поймали с куколом двух человек. Один из одной команды, другой из другой команды. Сейчас вы руку облупы опускаете. И то, что здесь лежит, называете. Только те, кого мы поймали. И я, вы, и кого мы поймали. Тебя первым. Молодец, сейчас опускаешь руку. Опускаешь руку. И назови на ощупь. Как ты думаешь, что это за овощ? Он сейчас мягкий, потому что это игрушка. Но что это за овощ? Можешь догадаться? Стоп. Помидор. Помидор? Ты уверена, что это помидор? Да. Он гладкий. Точно? Он круглый. Точно? Показывай. Молодец. Держи помидор в руках. Теперь ты опускаешь руку. Догадайся, что за овощ там лежит. Груш. Ну-ка, покажи. Точно так и есть. Так, следующий. Кому там? Давай, давай, дальше. Не мой, не мой. Ну-ка. Да, я разбуду. Давай. Ну-ка. Конечно. Ну-ка, давай-ка, давай-ка сама смело. Что там уже узнала? Узнала, угадала. Ну, давай, давай, давай. Ну-ка, морковка. Подожди, мальчиши, все команды. Обязательно. Она ее не поймали. Ну, что, ничего страшного, господи. Я поймала. Так, молодец. Ты ее, огурец. Доставай. Точно, правда, ты догадался. Огурец? Я после нее. Я после. Да, я забыл снимать. Я после. Я потом. А я после. Я после. Я после. Нет, она потом ты тоже. Хорошо, молодцы. Ну-ка, давай-ка. Клубника здесь не может быть, потому что здесь только фрукты и овощи. Что же там такое? Ну, думай, Варюшка. Такое круглое. Круглое еще. Что же там такое? Может, еще они поменят. Может, еще они. Ну-ка. Круглое глазкое. Круглое глазкое. Ну-ка, давай-ка. Да, ну, вытаскивай. Что же такое? Это был лук, конечно. Ну-ка. Что ты думаешь? Давайте попьем. Да, давай. Ну-ка. О, мы уже можем. Там мягкое, там даже мягкое лежит. Яблоко, ну-ка, покажи. Так и есть яблоко. А я думаю, что там рисует с рога. Яблочко надо было брать. Яблоко. Точно, давай. И последний мальчишки, ну-ка. Яблоко. Мягкое, там очень мягкое. Это очень. Но по форме. Оно мягкое, потому что это игрушка. Ну, ты подумай, она убеденутая форма, убеденутая форма. Ну, нет, нет, не прикольно. Хорошо, просто назови. Достаньте, назови. Нет. Как это же мальчишок такое? Перец. Да, здесь похоже на болгарский перец. Верно, друзья мои? Друзья мои, а теперь складываем все это обратно. Хорошо. Я хочу в круг. Хорошо. Достали, достали, достали. А теперь, мои друзья, чтобы нам дальше с вами подиграть, это больно. Давайте, мы с вами определим. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы встанем в круг сначала. Раз, два, три. Ну, стихонечко. Вставай. Внимание. Встань. 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 Приготовились, друзья мои. Итак, раз, два, три. Сделали большой-пребольшой круг. А теперь внимание. Да что ближе все? Раз, два, три. Каждый что-нибудь одно возьми. Краблоко. 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 А теперь внимание. Тот, у кого фрукты, расскажет какой-нибудь осенний стихотворитель. А тот, у кого овощ, а тот, нет, у них еще есть немножко времени, они буквально чуть-чуть еще. Поэтому нам нужно еще раз предъявить сладкие подарки. Раздевайся, проходи вместе с нами. А теперь, друзья, а тот, у кого овощи, пусть немножко поднапрежет. А теперь внимание, девчонки. Итак, туда овощи. У меня куш. Итак, раз, два, три. Овощи, овощи, овощи. Так, Зоя, раз, два, три, все это молчи. Зоя, рассказывай, сестры, укроплоко и красиво. Я не знаю. Вообще ничего осеннее. Уж небо осенью дышало. Уже солнышко. Стоп. Уж небо осенью дышало. Можно я? Успевает брусника, стали дни холоднее. Я от птичьего крика, в сердце стало грустнее. Ставят птицы, летают, пройдет за синее море. Все деревья блистают в разноцветном выборе. Солнце, Резус смеется, едет сюда в благовоние. Скоро осень проснется и заплачет проснется. Молодец. Теперь, Валюшка, давай-ка сама. Пас, пройдущи. Я хорка. Осень наступила. Высохли цветы. И, глядя, тунныло, голые, пусты. Вянет и желтеет озень на лугах. Молодец, да. Шапка на лугах. Только зеленеет озень на лугах. Туча небо кроет, солнце не блестит. Ветер в поле воет, дождик моросит. Воды зашумели, быстро во ручья птички улетели в теплые края. Отлично. Да. Дальше, Влад. Дальше, Влад. Ну-ка. Есть в осени первоначальный или уж небо в осенью дышало. Что вы там учите? В школе. В школе. Мне нравится в школе. Давайте. Я вам подсказываю. Я знаю, что это. Я в осенью дышал. Уж реже солнышко блистало. Короче, становился дерьми, лесом Таиды. Санисейка. Это любовь. Нет. Тянулся. Тянулся к югу, побежал. Довольно скучная пора. Стоял на яблочке. Туничка, а ты стеснялась. Кто у нас дальше рассказывает? А что про обучение? Сейчас. Давай дальше. Давай, камая хорошая. А вы что учились в этом году в первом классе? Нет, у меня я. Виолетта, что учили в этом году в первом классе? Ну-ка, поняли. Я вспомнить хочу. Какое? А что вы учили? Осень наступила. Нет, не учили. Уж небо осенью дышало. Не учили. Осень. Осень. Осень классный. Сварение такое. Клювое. Виолетта, вспоминай, моя хорошая. А ты его что учили? Виолетта. Расскажи его снова. Каждый рассказывает по своему. Сейчас мальчишке будут свое что-то не будет. А мы Бородино не учим. Можно я тоже сниму? Конечно. Расскажи нам осенью что-нибудь. Или просто сижу. Осенью нет. Расскажи то, что знаешь. Хорошо. Мы сейчас помним. Сейчас. Можно я вам про себя расскажу? Дальше. Молодец. Ну что, Веря, ты будешь что-нибудь говорить? Пока пропускаешь. А в листикну половину, помню. Давайте. Не, Бородино, которое на два листа не надо. Хотя бы сначала. Ладно. Давай. Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Скажи-ка, дядя, ведь не даром. А споспаленная пожарная француза. Ладно, она ведь была. Были схватки боевые, да говорят еще какие. Не даром помните Россия. Стоп! Молодец, класс. Отлично. Так. Лисица и Ворон. У кого я дуб зима? Не скажи. Ворон уселся. Фу. Ворон взял кусок мяса и уселся на дереве. Лисица увидела и захотелся заполучить это мясо. Встала она перед Вороном и принялась расхваливать его. Уж и велик, он и красив. И стал бы... И лучше других бы царем над птицами стал бы. Да и стал бы, конечно. Будь у него еще и гол. Ворону захотелось показать лисицу, что есть у него и голос. Крик, он закарпывал громким голосом. И выронил носа с ним. Лисица подбежала мясо, хватила. И говорит. Эх, Ворон, как бы у тебя еще и ум был в голове, ничего бы тебе больше не потребовало, чтобы царство пасеного мяса против человека неразумного. Ать, мя, молодец. А у тебя что? Не случается. Ну вот, ты же учился на столе. Мы это все весь классно. Повернулись все за Зоей, друг за дружкой. Вот, 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 вот. Мой подругу. Музыка, немножко быстрее. Стульчики убери, пожалуйста, Лада Любава. Зоя, а мы красные. Вы чуть быстрее, быстрее. А у меня все. Немножко побежали, чуть быстрее. А теперь поменяй веревочки. Поменяй веревки. Поменяй веревки. И уже побежим в другую сторону. Повернулись уже. Да ладно. Подождите, вот, 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 вот. Человек. Все, в порядке. И... Вдруг с дружкой побежали. Перед Варей. Перед Варей. Виолетта, перед Варей. Мы все забыли. Варя, не обгоняй. Перед Варей. Перед Варей. Повернули. Молодцы. Снова мы меняли ленточку. Меняем ленточку. Смотрите, как ленточки бить. Ленточка за ленточкой. Никто никого не отгоняет. Снова бежим в эту сторону. Просим чертовой стрелки. Побежали. Молодцы. Молодцы. Молодцы! Я сейчас хочу. Молодцы! 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 Отлично! Отлично! Чипот закончился! Он тебе возьмет и достанет своему... Открывай, пожалуйста, печенюшку. Ну-ка, двинцы, что там. Ладно, ключей сейчас мы каждому раздадим. Вы должны достать яблочки. Рэй, ты чего расстала себе печень? Дай себе печень. А ты мне ничего не будешь? Давай, я добавлю. Конечно, вы можете есть. А я вас еще угощу вкусные печенья. А потом нам в ответах все вместе споем песенку «Ах, такая осень». Сделаем фотографию и раздадимся. Теперь пойдешь домой кушать? Ну, раздадимся еще всем. Маренька, поделись, чтобы еще где-то кушать. Конечно, ваша бактерия, все. Я кушать и слева. Все мытые, друзья мои. Все мытые. Так, доставайте. Видишь, каждому достается печенье. Потому что осенью всегда, друзья мои, что у нас, колоски пшеничные заготавливаем же осенью. Так, угостимся. Я вам включу сейчас песенку. Потому что это все. Да, сейчас вы сейчас просто послушаете ее, а потом споем все вместе. Да, песенку дружную и веселую. Держи кому-то. Так, девчонки. Так, 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 так. Держи-ка, моя короче. Кто еще не ел печенье? Так, держи-ка. А, а кто еще не ел ничего? У кого сегодня яблоко еще не досталось? Всем досталось? А, так это, наверное, девчоночка. Ну-ка, девчонки, пополам разделите. Яблочко себе берите. А вот печенье лишнее. Так, молодец. Как это лишнее. А всем досталось, дети? Ну, тоже джунки поделить пополам. Хорошо, девчонки? Так, пока я песенку включаю. Хорошо, хорошо. И включу вам песенку про осень, которую, в принципе, очень-очень любят все девочки. Вы сейчас, девочки, послушайте, как она поется, хорошо? А потом попоем ее все вместе, потому что я вижу, что девочкам она очень понравилась. Я думаю, что мальчишки, которые сегодня заглянули случайно на наш праздник и порадовались вместе с нами, как вы помогли мне провести праздник осенью, они смогут сейчас уйти. Зоя, если захочет, останется, сделай себе красивую поделочку. Да, Зоишка? Барюшка, ты что делаешь, ты делаешь красивую осенью и ночью? Я не знаю. Ну смотри, как скажешь. Мам, я скажу. А вот и тебе. Я пошел, я пошел. Да, я пошел. Я пошел. Я пошел. За нами сила предков, а мы светлая рать, под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать.